Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 марта. Житие Святого Отца нашего, Феофана Исповедника. Преподобный Феофан родился в Царьграде от благородных родителей Исаака и Феодокии. Исаак был в расцвет с царем Львом Исаврянином и сыном его Капронимом. Почему и прозвался Исаврием, так как был того же царского рода и происходил из страны Исаврийской. При царском дворе он занимал почетные должности и в царственнике Капронима был воеводою. В это время возникла иконоборческая ересь, и на людей благочестивых началось сильное гонение. Благочестивый Исаак и супруга его Феодотия строго держались православного учения и сподобились стать родителями такого сына, который скоро должен был воссиять, как заря в Церкви Христовой. Они нарекли ему имя Феофаном, что значит явленный Богом или являющий Богом в гречество. Так он был назван прежде всего потому, что родился в праздник Богоявления Господня, который по-гречески назывался Феофания, Богоявления. Но главным образом он так был наречен по Божьему смотрению во извещение того, что его, как некогда пророка Еремии, Господь и чрево матернего избрал и осветил быть великим святильником своей Церкви. Как свидетельствует книга хранителя Анастасий, его иногда называли и отчим именем Исаак, но то было прежде по стрижению его выноческий чин, которым он пламенно стремился с самой юности своей, как об этом и будет рассказано в его житии. По рождению блаженного и богоявленного Феофана родитель его Исаак прожил еще три года, приставился к жизни бесконечной. Умирая, он написал завещание, в котором трехлетнего сына своего вместе с матерью отдавал на попечение и охранение самому царю Константину Капрониму, как своему родственнику. Учаясь в божественном писании, совершенствуясь в добродетельной жизни, отрок с летами стал отличаться необыкновенным разумом. Когда Феофану было 12 лет, один из сенаторов пожелал обручить с ним свою десятилетнюю дочь, так как юноша Феофан был красив, очень умен, богат и приходил сородственникам царю. На это обручение охотно соглашалась и Сеодотия, мать Феофана. Но так как все это не могло произойти без царской воли, то сенатор тот обратился с усердной просьбой об этом к самому царю, ища с ним породиться через брак своей дочери с царским племянником. Когда царь согласился на это, совершилось обручение детей, прежде дозволенного для брака возраста. Но самый брак был отложен до совершеннолетия обрученных. В это время умер царь Капроним. После него вступил на престол сын его, Лев IV, называемый по матери Хазар. Ибо она была дочерью хазарского хана и, выдав по оклонству, называлась Хазарою, а во святом крещении была наречена Ириною. Спустя несколько лет скончалась и Сеодотия, мать Феофана. Она умерла прежде брака сына своего, оставив ему бесчисленные богатства. В доме Феофана жил тогда некий богобоязненный, целомудренный раб. Феофан его очень любил за его добродетельную жизнь и считал этого раба за своего лучшего советника. Вдохновляемый частыми душеспасительными беседами с ним, а больше наставляемый вседействующим духом святым, Феофан возлюбил целомудрие, помышляя только об одном. Как бы сохранить нетленной свою девственную чистоту и, пламенно желая иноческого чина и жития, начал раздавать все свое богатство нищим и убогим. Узнав об этом, кесть Феофана, вопреки желанию жениха, старался скорее совершить брак, тем более, что настало и совершеннолетие жениха и невесты. Когда он вступил назначенный для брака день и по обычаю шел уже брачный пир, богоявленный юноша Феофан, вознося с умом своим к Богу, в тайне сердца своего молился, чтобы Господь благодатью своей сохранил его в чистом детстве. И вот когда юноша Феофан с невестой своей был уже в брачном чертоге, то он сел на одре и сердечно воздохнув, обнаружил крышейся в нем помысл, и так сказал невесте своей. О, возлюбленная, не знаешь ли, что время этой нашей жизни коротко, но кончина наша неизвестна, и суть немилостивый ждет тех, кто, проводя жизнь в своих удовольствиях и богатстве, часто прогневляет Господа. Брак же, хотя и установлен самим Богом, но необходимые при брачной жизни мирские попечения отдаляют ум человеческий от Господа. Благочестивые мысли людей делают тщетными и не допускают на будущую жизнь смотреть светлыми очами души. Мы знаем, что лазер за временное страдание был отнесен ангелами на лон Авраама, а богатый, проведший жизнь в изобилии, был вдержан в ад и не мог получить даже капли воды, чтобы остудить язык свой. Слышим та же евангельская блаженство, уготованное на небесах. Кому они обещаны? Небогатым живущим в веселье мира сего и во всяком благополучии, но нищим, плачущим, алчущим, жаждущим, притерпевающим гонения и поношения ради Христа. Кратко скажу. Тесный и узкий путь вводит в жизнь вечную, пространные же врата и широкий путь вводит в гиенну. Знаем мы также, что кто в этом веке живет роскошно в суетных утехах, тот в будущем веке будет терпеть скорбь, горесть, да иначе и не может быть. Посему, возлюбленная моя невеста, если желаешь, воздержимся от плотского супружеского соединения и единодушно пребудем в чистом девстве. Теперь поживем немного вместе, как бы в плотском браке ради твоего жестокого отца, но под видом супружества останемся, как брат с сестрой. А потом, когда нам пошлет Господь удобное время, пойдем в монастырь, я в мужской, а ты в женский. Там посвятим себя на всю жизнь Господу, дабы в будущем веке сподобиться части святых его угодников. Святая невеста Феофанова, как добрая земля, приняв сие доброе семя, с радостью в душе ответил облаженному Феофану. Я знаю, возлюбленный господин мой, слова Спасителя нашего, говорящего в Евангелии. Если кто не возненавидит отца свою и матерь, свою и жену, и чат, и братья, и сестер, и не возьмет креста своего и пойдет вслед за мною, то это не достоин меня. И так сделаем себя достойными последователями нашего Господа. Если хочешь, оставим все суетное. Если ты согласен, согласна и я. Если тебе это угодно, угодно и мне. Если ты хочешь остаться в детстве, то и я желаю этого. И представим себя непорочными небесному жениху, сохранив чистыми не только души наши, но и тело. Какая нам будет польза, если мы, прожив в суете эту маловременную жизнь, лишимся вечных благ. А если у нас будут дети, то исполнится еще большей печали, заботясь в день и ночь об их пропитании, их судьбе, спадая при этом на горазличные сети мира сего. Когда же она станет неизвестной для нас смерть, куда мы тогда перейдем, в рай или гиен, но мы этого еще теперь не знаем. И так поживем в чистоте, тайно храня свое детство, пока Господь не сподобит нас иноческого чина. Блаженный юноша, услышав все слова своей целомудренной невесты, подивился ее благоразумию. И, падши на землю, воздал благодарение Богу, настаившему девицу духом своим святым на такое решение, кое было совершенно согласно с его намерением. И всю ночь ту они провели в молитвах, прося свыше помощи, дабы, нося-то ими образ жизни, прошел в совершенстве. Когда же наступило утро, они заснули на короткое время, и оба увидели один и тот же сон. И в видении пристал некий юноша с светлым лицом. Улыбаясь, он ласково проговорил им, «Господь принял ваше намерение и прислал меня благословить вас на то житие, на кое вы согласились, дабы вам предстать ему святыми и непорочными». Сказав сие, он назнаменовал их по всему телу крестным знамением и стал невидим. Воспрянув от сна, они рассказали друг другу сон, одинаково ими виденный. В это время они почувствовали несказанное благовоние, исходившее от присутствия ангела, и удивились. И тогда же, падши на землю перед Господом, они воздали ему усердную хвалу. То же небесное благоухание в продолжении долгого времени было обоняемо многими, не только в Исчертоге, но и по всему дому. И жила эта святая чета, как ангела во плоти, горя перед Богом пламенем божественной любви, как два священника, или как две маслины, источающие ей щедрот. Ибо они каждый день подавали неисчислимые милостыни, щедро раздывая неимущим все свое имение. Спустя несколько времени, тесь Сеофана, узнав о своем зяте и дочери, что они живут в детстве, и раздают нищим все свое богатство, весьма опечалился. Отправившись к царю, он возвестил ему об этом и жаловался на зяте. «Увы мне несчастному, — вопил он, — увы окаянной старости моей из-за непотребного зятя моего. Он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с ней по-супружески. И нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем, прежде брака, не нарушил обеты обручения, не отказался от нее, дабы не привести ее столь юную в такое несчастье, а мою старость не подвергнуть еще большей печали? У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью, и о напрасно расточаемом богатстве, так как Феофан расточил не только свое имение, но уже немалую часть того, что дано мною за дочерью в приданное. И просил он царя наказать и убедить зятя его жить по закону супружескому и не тратить по напрасну свое имение. Царь, исполнившись гнева, призвал к себе блаженного Феофана, и яростно глядя на него стал угрожать ему, повелевая переменить свой образ жизни. В случае же несогласия он обещался ему выколоть глаза и сослать заточение. Но богоугодный юноша не обращал внимания на царские угрозы и не оставлял своей столь прекрасно начатой чистой девственной жизни. Он старался более снискать милости у царя небесного, нежели у царя земного. Вскоре после этого Феофану было приказано царем по некоторым народным нуждам отправиться в физическую страну. Это путешествие нарочно было выдумано тестью. С одной стороны, для того, чтобы среди забот о вверенных ему царем делах, Феофан прекратил и забыл совершать обычные молитвенные подвиги, посты и воздержания. С другой же стороны, чтобы он перестал раздавать свое имение, над которым блюстителем теперь становился тесть его. Когда Феофан, исполняя царское повеление, отправлялся в Кизик. Царем и тестем было приказано идти с ним и супруге его, ибо отец не мог вынести того, чтобы его дочь, хотя на малое время разлучалась с мужем, случилось им переправляться через реку, которая прежде называлась Риндокосом, а потом народ прозвал ее Великою. На одном берегу ее лежала область Олимпийская, а на другой – Сегрианская. Блаженному Феофану захотелось проехать этой рекой, хотя можно было ехать и сушаю. Но ввиду постигшей тогда его телесной немощи, он предпочел путь речной, как более легкий. Произошло же все это по Божьему усмотрению. Отослав по суше своих друзей и рабов с конями и колесницами, он сам сел в лодку со своей блаженной супругой и немногими слугами. Плыя по реке, Феофан любовался прекрасными Сегрианскими горами, холмами и пустынями, и горел духом к безмолвному на них житию. И увидел он на одном месте среди гор пространную долину, на которой рос густой лес. И ему очень понравилось это место. Пристав к берегу, он шел переночевать, и приказав всем остальным остаться в лодках, Феофан отправился на эту долину, и, обходя то пустынное место, умилился душою. Став же на одном месте в густом лесу, он стал усердно молиться Богу, воздевая руки к небу. И со слезами на глазах, много раз, припадая к земле, он произносил, «Скажи мне, Господи, путь, по которому я пойду». Объятый великим желанием пустынической жизни и решив тот час же оставить все, Феофан скрылся в той пустыне. Утомившись в молитве, сел отдохнуть, он увидел того святовидного ангела, который некогда явился ему и его невесте в их брачном чертоге. «Этот небожитель, показывая перстом на пустыню», сказал Феофану, «Тебе подобает здесь поселиться, но подожди немного, пока будут взяты от земли живых, преграждающие тебе сей путь. Они скоро отсюда возьмутся, и тогда ты беспрепятственно пойдешь туда, куда хочешь». Этим видением святой Феофан был весьма обрадован. В радости, возвратясь к лодкам, он продолжал путь. Замечая находившихся в тех сегрианских горах пустынные монастыри и хижины отшельников, он посещал их, обходя вместе с своей целомудренной супругою. В этих местах он встретил некоего прозорливого старца по имени Григория, по прозванию Стратигия, жившего в местности, называвшейся Полихрония. Блаженный Феофан открыл этому старцу свое намерение и желание, и от него услышал то, что раньше этого сказал ему явившийся ангел. «Этот старец за свое ангелоподобное житие, сподобленный Богом даром предвидения», сказал Феофану. «Подожди немного, добрый юноша, скоро и царь, и тесть твой истребятся с лица земли, и ты будешь свободен, исполнишь свое благое намерение». Добродетельной же невесте Феофановой, святый царь сказал тихо на ухо, что ее возлюбленный брат Феофан в свое время получит и венец мученический. После этого святой Феофан отправился в Кизик и исполнил то, что ему приказал царь относительно народного управления. Там он часто уходил со своими слугами в близлежащие Сегрианские горы, где и посещал святых отцов. И спрашивая их благословения и молитв, Феофан в то же время назидал душу их боговдохновенными беседами. Особенно он часто ходил к прозорливому Григорию Стратиге и к Христофору, игумену Малого Села. Так назывался тот монастырь. Однажды, когда Феофан проходил через Сегрианские горы ради посещения пустыножителей, в одном месте ему пришлось промедлить. В то время стояла сильная жара, и во время было жатвенное, а поэтому Феофаны, все бывшие с ним, сильно захотели пить. Место же то было пустынное и безводное. Когда день уже склонялся к вечеру, пришлось там ложиться и ночевать. В это время и сами они, и скоты их положительно изнемогали от жажды. Блаженный Феофан, помолившись, сел под одним холмом, дабы хотя немного уснуть и заглушить жажду сном. И вот только что он задремал, внезапно над головой его потек источник живой воды и омочил его. Итак, не презрил раба своего Господь, некогда истощивший из камня воду неблагодарному еврейскому народу. Тем более он благоизволил это сотворить для благодарного слуги своего во время такой нужды. Святой, пробужденный неожиданным шумом, обрызгавший его воды, тотчас же встал со своего места и созвал всех бывших с ним. И все, собравшись, удивлялись тому неожиданному и внезапному чуду и прославляли Бога. И все не только утолили свою жажду, но напоили и скот свой. Когда они встали на другой день, то источника уже не было, место то стало сухо, и не было даже следа воды на нем. Особенно они тому удивлялись и зато прославляли чудесную силу Божию, что Господь во время жажды из земли совершенно безводный извел источник. А когда нужды в воде уже не было, Он иссушил воду, явно тем показывая, что на каждом месте Господь готов подать все нужное тому, кто прежде всего ищет Царствие Божие и правды Его. После того Феофан некоторое время провел в Кизике и исполнил там надлежащим образом все приказное царем, возвратился в Царьград. В это время сбылось предсказание Ангела Божия и пророчество преподобного Григория. Умер царь Лев Хазар, сын Капронима и внук Льва и Саврянина. Умер и тесь Феофана, и он, как и святая его невеста, стали свободными. То сейчас же они, как и хотели, раздали все свое богатство и все свои имения. Потом Феофан в одном из женских монастырей в Вифине постриг свою невесту, дав этому монастырю на пропитание ее много угодий. При пострижении она была наречена Ириной. В инописиции Ирина угодила Богу и совершила много чудес, получив от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. Об этих чудесах впоследствии поведал святейший патриарх цареградский Мефодий, который и был описателем жития их обоих. По пострижении своей блаженной невесты, девицы Ирины, святой Феофан раздал нищим в Царьграде остаток своего имения и, оставив только немного денег, отправился к вышеупомянутому прозорливцу Григорию стратегию. Им то Феофан и был пострижен в иноческий образ. Там от оставшихся денег святой Феофан создал этому старцу монастырь и жил при нем довольно продолжительное время, совершенствуясь в иноческих подвигах. Потом по совету того же старца святой Феофан отправился на остров, называемый Колонимос. На этом острове у Феофана было небольшое оставшееся от родителей селение, которое он еще не успел раздать нищим. Там он устроил монастырь, куда перевел всю братью из Теодоровской обители, именуемая Монахерария. Вызовы поставил им и игумена, мужа благоговейного и опытного. Там же Феофан затворился в свою келью и стал заниматься списыванием книг, ибо он был искусным писцом. Эти книги он продавал и на вырученные деньги прокармливал не только себя, но и других. По прошествии нескольких лет скончался игумен того монастыря, и братья стали настойчиво просить преподобного Феофана, чтобы он сам согласился быть их игуменом. Но святой не согласился и снова отправился в гору Сегрианскую. Помню же ту пустыню, где он удостоился явления ангела, когда плыл в Кизик. Феофан пошел туда и стал жить в той пустыне, угождая Богу. Скоро преподобный Феофан населил ту пустыню богоугодными пустыножителями, ибо многие стали приходить к нему и селиться около него, так что вскоре явилась нужда устроить монастырь. В этой пустыне было некое место, принадлежавшее одному земледельцу. Место это называлось Великое Село. Святой Феофан, послав своим знакомым, заняв у них денег, купил это место и устроил здесь монастырь. При помощи Господа, подающего по своему божественному промыслу, все потребное для нас. Вскоре преподобный и занятые деньги отдал, и в монастыре своем в изобилии имел все нужное для пропитания собравшиеся к нему братья. Святому Феофану нельзя было не принять всей своей обители игуменского сана, ибо его умоляли об этом все пустынножители, да так и необходимо было. Будучи игуменом, Феофан был тем начальником, каковому повелевает быть и Христос в Евангелии. Кто хочет быть из вас большим, да будет вам слуга, и кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Преподобный игумен Феофан работал своими руками, служа всем, ибо Господь даровал ему тогда большую телесную силу, и он в каждой монастырской работе принимал участие больше всех, и был для всех примером добродетельной и в то же время трудолюбивой жизни. В это время именно в царствовании Константина, сына льва и внука Капронима, при благочестивой матери его Ирине, и при святейшем патриархе цареградском Тарасии, в Никее был создан против иконоборцев седьмой Вселенский собор. На этом соборе святая царковь прокляла ересь иконоборческую, и благоговейное почитание святых икон было снова восстановлено. На этом соборе был вызван и преподобный Феофан игумен великого села Сигриани. Утверждая на этом соборе истинное правоверие, Феофан среди святых отцов сиял, как светлая звезда. Его присутствие на соборе было для многих весьма полезно. Там, где многие красовались прекрасными одеждами, колесницами и конями, он туда приехал на плохом осле старой одежде и заплатанных рубищах. Все, кто знал его прежнюю жизнь, когда он был богатым, знатен и близок к царю и был одним из членов Синклита, умилялись среди его в таком смирении и нищете, и все поучались тому, что ради Господа можно так смиряться и обнищать. И все в мире все считать за ничто. По окончании Святого Собора преподобный возвратился в свой монастырь, привезя благочестные догматы святой веры, утвержденные на этом Вселенском Соборе, как лучшие украшения своей обители. Здесь Сиафан продолжал подвязаться в обычных своих подвигах, просвещая примером своей добродетельной жизни не только свою обитель, но и всю окрестную страну. О нем всюду прошел слух, и все ради него прославляли Отца Небесного. За его благочестивую жизнь ему дана была от Бога и благодать чудотворения. Он исцелял и болезни, и изгонял бесов из людей. Однажды, когда преподобный уснул, бес задумал напасть на него. Уподобившись дикому вепрю, он стал грызть большой палец руки святого. Так что ему стало весьма больно. Тот час же восстав от сна, Феофан заметил на своем пальце следы зубов своего врага, хотевшего совсем отгрызть его палец, и рана его причиняла сильную боль святому. Но, взяв находившееся у него мира от животворящего древа крестного, он помазал им больной палец и тот час же исцелел. С тех пор, получив власть над бесами, Феофан словом своим стал изгонять их из приводимых к нему страждущих людей. Этот преподобный отец, плывя однажды на корабле, утишил бурю. Приходящим к его обители странникам и убогим, он в изобилии раздавал хлеб и другую пищу. И при этом хлеб не умолялся, подобно тому, как делал это пророк Илья, с каткой муки и той вдовы, у которой жил. Однажды Келарь стал роптать на святого за то, что он раздает нищим хлеб, а между тем его не достает и живущим в монастыре. Тогда преподобный Феофан велел ему сосчитать и измерить все, что находилось в кладовой, и оказалось, что ничего не уменьшилось. Вся братья прославила за это Бога, а роптавший Келарь, упав на колени, стал просить прощения у святого. Уже будучи пятидесяти лет преподобный Феофан заболел каменной болезнью и жестоко страдал. С того времени он всю остальную жизнь свою провел на одре, и тот, кто молитвой своей исцелял других от болезни, не просил от Господа исцеления своего недуга, но терпел его с благодарением. В этой болезни для него и настало время исповеднической кончины, по пророчеству того прозорливого старца Григория, который тихо на ухо сказал его невесте святой девице, что в свое время и ее жених получит мученический венец. Спустя много лет, когда преподобный уже состарился и сменилось несколько греческих императоров, ибо после вышеупомянутого царя Константина, царствовавшего вместе с матерью своей Ириной, вступил на императорский престол Никифор вместе с сыном своим Ставрикием, а после них царствовал Михаил Куропалат. Вот после этих императоров кипитер греческого царства принял Лев Армянин с 813 по 720. Этот император возник иконоборческую ересь. Он сильно смутил церковь Христова, изгнал с престола святого патриарха Никифора, а также преподобного Феодоро Студита вместе с его учениками. Многих же других христиан он за почитание икон прямо мучил и убивал. В церковной истории Георгий Кедрин пишет о святом Феофане следующее. Когда патриарх Стареградский Никифор ехал морем в заточении и на корабле проезжал мимо той местности, где находилась обитель преподобного Феофана, то этот последний узнал об этом своими прозорливыми духовными очами. Он велел ученику своему принести в кадильнице горящих углей, положил на них фимиам и приказал зажечь свечи, поклонился до земли, как будто бы беседуя с кем-либо мимо идущим. Когда ученик спросил Феофана, что делаешь отец и с кем поклонившись беседуешь, преподобный ответил, вот едет в заточение изгнанный за правоверие святейший патриарх Никифор и теперь на корабле плывет я ей зажег свечи и фимиам, дабы нам воздать подобающую честь патриарху. Это провидел ехавший на корабле святейший патриарх Никифор, ибо он внезапно преклонил колено, ответил святому старцу тоже поклоном и, воздев руки, благословил его. Один инок, бывший со святейшим патриархом, спросил его, кого благословляешь, святейший отец, и перед кем вот сейчас исповедник Феофан, игумен великого села, приветствовал нас зажженными свечами и фимиамом. Ему я и взаимно поклонился, ведь ему подобно нам тоже в скором времени придется пострадать. Все это вскоре и сбылось. Спустя немного времени злочастивый царь Лев Арменин, желая прельстить преподобного Феофана к единомыслию с собою, послал к нему послов и с честью призывал его к себе в Царьград. При этом он лукаво писал ему, «В скором времени мне предстоит война с нечестивыми, но прежде, нежели выйти на них, мне нужно вооружиться твоими молитвами. Итак, честный отец, не откажись прийти к нам». Преподобный Феофан, хотя и видел лукавство царя и был в это время одержим тяжким недугом, однако решил отправиться, дабы пострадать за истинную веру. Всем на корабль с цветы скоро прибыл в Царьград, но там не был введен к царю, ибо царь стыдился и боялся обличения Феофана. Но он послал к преподобному Феофану знатных своих становников, дабы лестными обещаниями трястить его к своему зловерию. Если, говорил он через них святому мужу, «Ты будешь единомыслен с нами, я твой монастырь обстрою высокими каменными зданиями и обогащу его во всем, и ты будешь превознесен у меня честью больше всех, а также из всех близких сродников твоих я почту великим санам». К этим обещаниям царь присоединил впрочем и угрозу. «Если же ты продолжал он будешь противоречить нам, то сам будешь повинен в великом бесчестии». На это святой Феофан через постных отвечал царю, «Я ничего не желаю из богатств мира сего. Если я, будучи юношей, ради любви ко Христу покинул все свое золото, серебро и все свои имения, которые были у меня, то неужели старости я их пожелаю? Да не будет этого. О монастыре же и о братьях моих промышляет сам Господь, больше всех царей и князей земных. Зачем же, царь, ты устрашаешь меня своей угрозой, как какого-нибудь малого отрока розгою? Приготовь для меня мучение, зажги огонь, я, хотя и не могу ходить по болезни моей, как ты это в огонь. Выслушав это с великим дерзновением сказанные слова святого, посланные отправились к царю и все это ему передали. Царь, удивившись такой неслыханной смелости, приказал пойти к преподобному, дабы побеседовать с ним некоему советисту Иоанну, коварному волшебнику иеретику. Но он перед богодухновенными словами преподобного отца оказался как бы немой и побежденный им и со стыдом возвратился к пославшему его царю. Тогда царь, исполнившись гнева, приказал заключить преподобного Феофана в темное и тесное помещение при так называемой Елисериевской палате и приставить к нему стражей. В этом мрачном заключении преподобный, уже будучи старым и больным, провел два года. Здесь его каждый день, то лаской, то угрозами, старались вовлечь в иконоборчество и нарочно посылаемые к нему злочестивые еретики издевались над ним и злословили его. Однажды, когда царь с лаской отправил посла своего к святому, желая, чтобы он подписался под указом о низвержении икон, преподобный Феофан ответил ему, познай, царь, даровавшего тебе царство, того, кем и цари царствуют и мучители властвуют на земле. Познай, говорю тебе, что Господь, будучи неописуем, изволил быть видимым и принял наше естество, стал во всем подобен нам, кроме греха, и этим естеством, обоженным в себе, он воскрешал мертвых, просвещал слепых, очищал прокаженных и много других сотворил чудес. Этим своим человеческим естеством он принял добровольно от иудеев смерть, третий день воскрес, со славой вознесся на небо и уже никогда не разлучается от Отца. Об этом человеческом естестве во Христе нас учит Евангелие, поэтому эту евангельскую книгу мы и приемлем с благоговением, веруя всему написанному в ней, всем чудесным делам Христа. Так что в Евангелии почитаем как бы его самого. И если мы не осуждаемся, что веруем в дела Христовы, описанные в словах, то за что же мы осуждаемся, если принимаем и чтим ту же евангельскую историю, но только изображенную на иконах? И варвары, пришедшие к нашей вере благодаря иконам, легко узнают все житие Христа на земле с людьми и все его чудесные дела. Да и как много людей, не книжных, смотря на изображенные на иконах чудеса Христовы, на его вольную смерть, прославили пострадавшего за нас Господа, но ты, отвергая иконы, должно быть, позавидовал их спасению. И какой собор когда-нибудь считал грехом и святотатством почитать святые иконы? Разве не сам Христос послал на исцеление эдесскому князю Авгарю образ своего лица нерукотворенно соделанный? И разве не святой апостол Лука оставил нам расписанную разноцветными красками икону Пресвятой Девы Богородицы? Пояснение Во время земной жизни Господа Иисуса Христа в городе Эдесе в Месопотаме был князь Авгарь, пораженный проказою Услышав об исцелении Иисусом Христом всяких болезней Авгарь послал к нему с живописцем Ананию письмо в котором просил его прийти в Эдес и исцелить его Господь ответствовал что он не может прийти к нему но по совершению дела своего на земле пошлет к нему одного из своих учеников который исцелит его После того Господь умыл лицо свое и отер его полотенцем В это время на этом убрусе отобразился лик Господа Авгарь приняв и облабызав его почувствовал большое облегчение от болезни По вознесению Господа на небеса Святой Фаддей один из семидесяти апостолов пришел к Авгарю и совершенно исцелил его от проказа Жители Одессы вместе с князем приняли крещение от апостола и святой убрус поставлен был на стене над главными воротами города где и пребывал до 944 года когда был перенесен из Эдесса в Константинополь Святой апостол евангелист Лука по преданию был живописцем и в соизволении Богоматери написал несколько икон Ничего здесь нет противного предания и учения святых отцов Святой Василий Великий испытатель неизреченных таинств сказал что честь оказанной иконе восходит на описанное на ней так же Иоанн своими золотыми устами проговорил я люблю и из воска сделанный образ Святой же Кирилл эти гусли Святого Духа произнес часто в виде изображения на иконе страстей Христовых я не могу без слез проходить мимо этой иконы Итак если первые шесть вселенских соборов бывших до седьмого собора не возбранили почитать святые иконы с воззаянием чести изображенным на них лицам и событиям то ты ли думаешь быть мудрее их свое дело царь вести войну против иноплеменников исследовать же церковные догматы и законы подобаясь святым отцам а не царям прочитав это послание преподобного отца царь исполнился несказанной ярости он тотчас же послал в Сигрянскую страну одного своего жестокого становника чтобы разорить Феофанову обитель называемую Великое Село и сжечь ее совершенно учеников же его избив беспощадно разогнать другого же посла столь же лютого царь послал преподобному Феофану который уже два года как был заключен в мрачной темнице Елефериевского замка этот посланник содрав одежду со святого старта который без того был изможден постом и продолжительной болезнью бил его нещадно беспощадно воловьими жилами по хребту и по чреву и дав ему триста ударов и заключив снова в темницу ушел от него утром по повелению царям учитель этот опять пришел к преподобному выведя его из темницы он жестоко бил его а потом святого Феофана отправили в заточение на остров Самофракийский преподобный отец заранее предвидел это своими прозорливыми очами и служившему ему послушнику еще за несколько дней сказал что они будут остосланы на этот остров прожив на этом месте всего 23 дня святой мученик от изгнания земного украшенной венцом исповеднического страдания переселился к Отечеству небесному скончался около восемьсот восемнадцатого года и честное тело его было положено там в деревянные раки бог же прославил своего святого угодника не только при жизни его но и по представлению он даровал святым его мощам целебную силу и много больных только прикоснувшись к его раке получили исцеление после того как убит был злочистивый царь лево-армянин изгнанные ученики святого феофана снова возвратились в Сегрианскую гору и обновили сожженный монастырь сюда они перенесли с острова самофракийского святые мощи преподобного отца своего феофана и с благоговением положили их в церкви причем от них совершалось множество чудес во славу Христа Бога нашего со отцом и святым духом славимого во веки аминь святой феофан оставил после себя хронографию в которой описал события церкви с 285 до 813 года Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала